Real Life – так называется проект организации «Заполярье без сирот». В рамках этого проекта подростки социальных учреждений приобретают необходимые навыки, нужные для обычной жизни. Например, что делать, если у тебя дома сломался водопровод. В преддверии праздников ребята из проекта провели рождественскую встречу, где сделали подарки своими руками. Подробности в сюжете Марии Рябинковой. Организация «Заполярье без сирот» ведет свою деятельность не первый год. За это время ее участниками были реализованы различные инициативы, одна из которых – проект с названием «Real Life», что в переводе с английского так и звучит – «Реальная жизнь». Воплотить задумку удалось благодаря президентскому гранту. В рамках проекта уже состоялась серия индивидуальных встреч, осенний лагерь, также проходят психологические консультации, а основная часть – это квест-тренинг. Мы оборудовали несколько комнат у нас в офисе под реальные квартиры. И вот ребята у нас некоторое время живут, мы им накидываем задания взрослой реальной жизни, они их выполняют тем самым как бы основная цель – понять, что ты ничего про взрослую жизнь не знаешь. И привести к мысли, ты сейчас выйдешь из детского дома в 18 лет, что ты будешь делать? Вопрос. Ты справишься с тем, что у тебя температура 38, что ты будешь делать? А бумажки, которые тебе кидают в почтовый ящик – это вообще что? За них надо платить? А что, крыша протекает, это мне куда-то надо позвонить? Кому? Я не знаю номер. Ну, вот такие всякие моменты. Постепенно ребят начинают погружать в четыре основных житейских блока – ЖКХ, банк, поликлиника и МФЦ. У нас есть сначала теория, потом практика. Мы непосредственно идем в эти места, все вопросы опасные, каверзные, Задаем специалистам, а потом отрабатываем это. И в конце мы еще закрепим наши полученные знания дабл-квестом. В преддверии праздников участники квеста встретились вместе, Чтобы обсудить впечатления от тренинга, А также пройти мастер-класс, сделав подарок для кого-то из своего окружения. Мы собрались, чтобы предотметить Новый год. Мы делаем подарки своими руками, и потом мы будем их друг другу дарить, Потому что у ребят нет такой практики, если так можно сказать, Дарить подарки друг другу, они привыкли получать, 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 А вот что-то отдать – это для них что-то новое. Они должны понять, что когда ты отдаешь, ты получишь во много раз больше. На встрече ребята делали мини-сюрприз, используя при этом цветную бумагу, картон, клей и ножницы. Мы делаем поделку, это как символ, символ того, что я тоже могу что-то подарить кому-то. Нам кажется это важным, потому что для того, чтобы обратить внимание детей, Ну, подростков, подростков уже больше, даже выпускников, они уже близко к выпуску, Что, ну, как бы, не только все для меня может быть, но еще и я могу для кого-то. Самые добрые эмоции получили участники от мастер-класса. Говорят, что дарить подарки – это особое, ни с чем не сравнимое чувство. То есть, когда ты даришь подарок, человек понимает, что ты уделяешь ему внимание. Ну, и в принципе, это, не знаю, мило. Ну, это, в общем, крошка, которую открываешь, она вот пытается, Сюда можно конфеты проклеить, либо пожелания написать, вот, делать несложно. Я думал, конфеты проклеить. Конфеты? Да, и тут написать с Новым годом. У меня получилась вот такая вот маленькая коробочка. Здесь будут конфетки. Вот, можно еще что-нибудь положить там, не знаю, к примеру, какую-нибудь прикольную штучку, которая очень будет приятна человеку, что-то в этом роде. Для меня подарить подарок – это такая эмоция. Я вот дарю подарок, смотрю на человека, он счастлив, у него поднимается настроение. Он может и смущаться от этого, то, что, блин, подарок подарили. Вообще неловко так, прям, кто-то прям радуется, как маленький ребенок. И это по-особенному как-то очень особенно ощущается. Впереди у проекта много планов. Да и желающих в нем поучаствовать тоже немало. Всю интересующую информацию можно найти в группе «Заполярье без сирот» в ВКонтакте.